Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tools. В сегодняшнем ролике я расскажу, чем отличаются сабельные пилы моделей GR3060 и GR3070. На самом деле это почти полностью одинаковые пилы и имеют они очень мало различий. Самое первое различие, оно видно сразу же, когда мы возьмем пилу в руки, это то, что у модели GR3060 нет регулировки оборотов, а у модели GR3070 регулировка имеется. Здесь вот заклеили скотчем колесико. Следовательно, у корпусов разные ручки, потому что здесь есть отверстие под регулировку, и внутри будут разные контроллеры. Вот таким образом выглядят контроллеры. Это контроллер от GR3060, а это контроллер от GR3070. Здесь у нас добавлена регулировка, добавлена, и катушка, которая считывает обороты. Выключатель компании Satori подходит как сюда, так и сюда, то есть выключатель один и тот же. Следующее отличие следует из того, что здесь разные регулировки оборотов. Здесь по артикулам разные роторы. Но, по сути, эти роторы абсолютно одинаковые. Правда, этот сточился уже, этот целый. Роторы здесь полностью абсолютно одинаковые и имеют различия лишь вот в этих шайбах. Для регулировки оборотов нужна шайба с магнитиками. А для пилы без регулировки оборотов идет обычная шайба пластиковая. В остальном роторы одинаковые. Одинаковый здесь червячный механизм, одинаковые подшипники. Короче, тут выяснились небольшие нюансы. Мы сейчас перенеслись на следующий день съемок. Я только что сказал, что роторы абсолютно одинаковые. Возможно, они не совсем одинаковые, но чисто визуально по обмоткам они одинаковые. Почему я так говорю? Потому что эти пилы по характеристикам имеют разную мощность. Вот эта вот пила 3060 на 220 вольт потребляет 6 ампер. Мощность 1250 ватт входящая, 600 выходящая, максимальная 1100. А 3070 пила потребляет 7,2 ампера. 1510 входящая, 650 выходящая и 1600 максимальная. В остальном, в принципе, эти пилы одинаковые. Число оборотов 2800, что в той, что в той. Единственное, что вес. 3070 весит 4,4 килограмма, а 3060 весит 4,2 килограмма. Ну, тут вот за счет вот этого противовеса одного. А мощность здесь разная, потому что здесь разные статоры. И за счет, скорее всего, разности обмоток. То есть в одной, то ли количество витков больше, либо проволока толще. Одна пила чуть мощнее, другая менее мощнее. А роторы, скорее всего, одинаковые. Но это как бы не точно. Следующее отличие идет внутри редуктора. Если мы возьмем два корпуса нижних редуктора, то корпуса абсолютно одинаковые. Но внутри установлены разные вот эти пластины. На 3060 вот такая маленькая. Это пластина, которая прижимает подшипник корпуса. А на 3070 пластинка немного другая, вот с такими бортиками. Бортики эти сделаны для того, чтобы по ним ходил противовес. Наоборот. И чтобы этот противовес мог двигаться, здесь идет вот такая маленькая шайба. То есть он вставляется вот так. Ну, примерно так работает. На пиле 3060 противовес вот такой маленький. То есть здесь чуть-чуть другая шайба. Вот видите, здесь толстая, здесь тоненькая. В остальном абсолютно одинаковые запчасти. То есть в этой пиле система ВТ защиты от вибраций работает чуть меньше. В 3070 она улучшена. В остальном верхние корпуса абсолютно одинаковые. Здесь и ползун одинаковый, и внутри подшипники. То есть эту часть, кстати, можно купить, приобрести в сборе. И еще одно различие, это здесь отличаются башмаки. Башмаки визуально абсолютно одинаковые, отличаются лишь металлом. И причем на 3060 он стоит, по-моему, 530 рублей. Около того. Короче, я не помню, сколько они стоят. Разница в 130 рублей примерно. То есть вот этот будет дешевле, который на 3070. Если вы хотите сэкономить, можете на свой 3060 покупать башмак от пилы 3070. Они абсолютно одинаковые. И разные винты, которые крепят в этой пластины. Здесь под потай. Здесь вот такие обычные. И еще один момент. Здесь чуть-чуть разные чехлы. На одном надписи АВТ есть. А на втором ее нет. Ну, естественно, у них разные артикулы. А так они абсолютно одинаковые внутри. То есть тоже все равно, какой чехол покупать. Короче, мы сегодня... Я 3070 уже собрал. Вот уже помытая 3060. Подготовленная запчасть новая. Сейчас соберу. И вот с помощью этого прибора замерим на холостом ходу, сколько потребляет 3070, сколько потребляет 3060. Ну что, давайте проверять. Обе пилы собраны. Вот он, ваттметр показывает на 2 Ватт. Значит, сначала смотрим 3060. Указано 600 Ватт. Включаем ее. И включаем на холостом ходу. Ну, примерно так и есть. По 12, по 16. По-любому здесь какая-то китайская прибора есть погрешность. То есть приблизительно так оно и есть. И проверяем 3070 пилу. У нее указано 650 Ватт. Давайте еще раз. Просто я без камеры включал 650. Ну, 630 Ватт. То есть, в принципе, разницы в мощности ее практически нет. То есть, да. А в деньгах есть. Смотрите сами. Кому нужна регулировка оборотов, покупайте 3070. Кому не нужно 3060. Но, единственное, здесь давайте сравним по вибрации. Сейчас обе пилы включу. Одновременно. Вибрации рука почти не чувствует. Здесь ощущается. Ну, то есть, разница в вибрации, мощность почти одинаковая. Регулировка оборотов. В основном пилы идентичные. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok